Ребята, привет! Мы опять неугомонные. Мы неугомонные просим, даже такой хэштег из сети. Мы сбежали на две недели ото всех. Ну, точнее сказать, как сбежали. Мы будем работать, у нас только место локации сменится. В общем, короче, куда мы поехали? По Коре-Черноморский побережье. Но пока точных мест мы еще не определили, да? Едем мы дикарем, с палатками, с детьми, с нами бабушка. Но за бабушку не переживаем, бабушку мы скинем по пути в доме отдыха в Витязево. Да, а потом в конце влога мы скажем, кому больше понравилось отдыхать. Дикарем или нам? Или нам? Нет, бабушки или нам, да. Ездим мы сегодня на вот такой бибике с большим багажником. Открывать пока не будем что-то внутри, но при открытии борта вы просто умеете, что мы там везем. Так туристы, как говорят, часто говоря, не ездят, даже дикарем. Мы будем, наверное, первыми такими, да? Наверное. Кто такой себе? В общем, влог, я думаю, будет интересным и будет интересным, особенно тем, кто едет либо с Нижнего Новгорода, либо с Сарамска, с Пенза, с Тамбова. Сейчас мы находимся уже на Тамбовщине. Прошли мы 4 часа, да? Дороги пустые? Да мы выехали в 4 часа, поэтому особо такого потока-то еще нет. Гайцов нет? Они еще спят, рано-рано, сейчас они проснутся. И дороги ровные стали. Ну, соглашусь, да, получше, чем в прошлом году, да. Не знаю, что дальше будет, но пока дороги радуют. В общем, мы погнали дальше. Да, будем показывать отрывки дороги, будем рассказывать дорожную ситуацию. Наконец-то Лосево посмотрим, как отремонтировали опять. Обязательно вам это покажем, да? Ну что, теперь Дворожиже? Меня не видно. Теперь Дворожиже, поехали. Будем там заправляться. Вот такие дороги на Тамбов. Наверное, показывает, да, угол. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Подъезжаем к Тамбову, километров в 50, по-моему, последний указатель был, да? Ну, я думаю, 40. Вот Дмитрий Юрьевич. Дим, расскажи, что у тебя за программа, которую ты поставил. Я не хотел самостоятельно, чтобы сказать. Да, ну ладно, тогда. А то, Дэчан. Давай, я подержу. Вот так, внимание. Теперь я твой оператор. Возможно, мобильный пост. Внимание на скорость. Ну, у тебя руки трясутся, как алкаши. Да, я подержусь в час. Сейчас машину проеду, зачем он спросил. Вот, смотрите, видите, вот тридога. И вы могли недавно услышать, тут у меня Мушинова в телефоне рассказывает интересные вещи. Это программа вапкам. Для андроидов есть, есть для айфона. И эта программа предназначена для всех автомобилистов, которые ездят по России, которые дороги незнакомые. Едешь, как раз, и ты не знаешь, где могут стоять милиционеры, где могут стоять треноги. Вот эта программа как раз предназначена для этого. Она все рассказывает, где могут стоять милиционеры, которые стригут денежки, где треноги стоят. И тем самым ваш бюджет значительно будет и экономным. Цена рация тут у нас. Рация. На мой взгляд, я считаю данную программу очень полезной, особенно для путешественников. Она стоит, у нас есть как бы бесплатная версия и платная версия. Я взял на месяц за 70 рублей программу, как это начнет раз. Можно задать пару вопросов? Подписка называется за 70 рублей в месяц. Можно задать пару вопросов? Вот смотрите, мы ее тестили пару недель, ездили два раза в нижнюю. В нижнем ты знаешь на каждой кочке, где стоят треноги, где камеры подвесные висят. Она все камеры показала? Она не все камеры показывает. Как эта система работает? Вот, допустим, я автомобилист, я еду по... Ну, мы сейчас как бы... Едем в Тамбов. Я увидел камеру треногу. Я это зафиксировал в телефоне координаты этой камеры и написал, что тут тренога. Если там, может быть, 10 запросов с этой координатой поступит, у них в сервисе, уже на этой карте будет обозначена эта камера. То есть люди сами, получается, точно эти камеры? Ну, да, 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 да. Если камера, она уже давно не существует, люди убирают. А как это понять? Это когда ты проезжаешь мимо камеры или бельционеров, там табличка высвечивается, действительно ли стоит пост ДПС, подтвердите. Да, подтвердите. Или пост стоит, или камера. И ты нажимаешь на это. Если хочешь, то можешь не нажимать. Я нажимаю там. Если стоит, то да. На 80% то, что мы в Нижний ездили, да, все правда. Те места козырные для бельцов. Где-то обычно штрафы ловишь. Да, раньше ловил. Не, ну сейчас-то как я поймаюсь? Я и дорогу сюда не создаю в Нижний. А вот когда я иду по незнакомой трате, да, тут уже эта программа очень сильно спасает меня. И плюс я еду по стандартному Яндекс.Навигатору. Скачал Навител, но пока не рискую я этим Навителом ездить. Поеду на нем, наверное, по обратной дороге. Потому что я позднее время перестал доверять. Хотя там про вышла новая версия. Там как-то она вся совсем хорошая-хорошая. Я не буду матом ругаться. Но пока я по Яндекс.Навигатору привык кататься. Что сказать? Ну все, стоим, ждем ремонт дороги. Светофорчик. Ну покажи, как у меня тут. Какая батарея телефон. Раз, два. Рации. Ну рации на самом деле у нас стоит уже давно. С самого начала, как мы купили газели козыри почти два года. Ну я бы сейчас включился, когда она у нас работает. Да, где-то будут камеры. Я вам это покажу, как она работает. Пока мы ждем. У нас светофор дорожный. Мелкий. Да, работает. Мелкий жующий ребенок. Самый мелкий прочка. Да, самый мелкий. Все как надо, по стандарту в кресле. Вот смотрите, вот. Сейчас мы подъезжаем к какому-то месту. Сейчас он нам будет говорить. Ну как показывал, радар. Работает программа от GPS приемника. Никаких карт не надо. Внимание. Впереди возможен мобильный пост. Внимание на скорость. Ограничение скорости 90 км в час. И это приблизительно. Сейчас они должны, по идее, вот тут работать. Но сегодня их нет. Если он сейчас будет так нажимать, эта координата пропадет. Если будет нажимать СИЖОА, пост существует тут, ДПС, то он будет оставаться на карте. Вот так программа, в принципе, работает вот. Мы сейчас давайте на Тамбово доедем. И еще раз хочу, как работает по городу. Мы в Тамбово до улицы Жарень, потому что только что проехали небольшой пляж, пол города лежит там и загорает. Сейчас второй пляж был обратно, да? Сейчас, да, сейчас. А ты опять-то наверху с не поймешь. Ну почему? Вот же. Ну резонтно. Ой, когда рядом оператор. Ради контента. Кстати, знаете, что я в Арте на немаля? В Тамбове очень много храмов христианских. Куда? Красиво. Да, таких именно красивых, старых. По истории ничего сказать не могу. Это нужно изучать. Ну вот, мама все-таки непрофессиональный историк, чтобы все сбросил. Смотрите, он такой красивый. На Василия Блаженова еще похожа к балла, да? То есть из такой же стилистики. Красиво. Вот. Это вот Екатеринбургский похож храм, который в центре города стоит. Да, Дим? Да, я что-то. Мам, может сюда заедем? Нет, Зайка, мы дальше заедем. У нас Зайка каждый луж считает морем. Давай заедем. Давай заедем. Нет, ну в этом году уже с ней легче, да, Дим? Она меньше, ноет. Нет, просто веселей. Чудит. Нет, ну два года подряд она просто скулила в кресло всю дорогу. Ой, езжаем в историческую часть города. Там был. Там был основан 1600, по-моему, 68-80 год. Вот ты, говорит, правней, держи. Грузовик, что ты за руками держи. Не знаю, там 5-й точку держится там. Снимать, вот там? Вот там. Ну, это близко. Нос большой. Все, у меня видишь внешний видишь какой-то. Как, куда-нибудь прочь? Давай рассказывай, почему-то на комментарии не отвечаешь, что я не делаю. Рассказывай. 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 Почему-то две недели комментарии не отвечают. Я два дела до времени не могу делать. Ну, а я почему-то не убудшим. Вот даже вот на таком расстоянии у тебя моська размером тазика. А мне предлагается вот так снимать. У тебя тазика, у тебя корыто. В общем, вскоре пополам там уж мы проехали. Да, Дима? Да, Дима? Ой, как. Ой, как. С рисками, криками и под... Да, всегда слава богу проехали. Да. В общем, Дима попросил рассказать, почему мы две недели не отвечаем на комментарии особо. Да. Ну, в основном это Дима на работе, он снимается тем, что отвечает на комменты. Вообще, классно снимать блог, когда с одной стороны один ребенок кричит, другой суфлирует и делает то же самое, что и делаешь ты. Вот. Вообще, очень так концентрирует. Дима две недели готовился к поездке. Мастерил, изучал, смотрел. Да, Дима? Да. Поэтому на комментарии не отвечал. Обещал исправиться и пока будет, наближу-лежу и в небо я гляжу. Да, буду кнопки нажимать. Хоть так кнопки нажимать. Главное, интернет на какой-нибудь горе найти. Вначале будет, да, будет. Он сказал, что да, будет. На машин залези. Мне на комментарии тоже было некогда честно отвечать, потому что закрывали период в Сайберен-Веланас. Заработали-то хренаденек. Поэтому потерпите, мы скоро оба ответить. Все расскажем, все покажем. Ну, все, из Тамбул-убовых, кстати, дороги не такие. Более-менее демонтированные. Ну, тут свеженькая. Прям свежа, посмотрите. Речка Паника. Где речка? Где речка? Непонятно. Она тут другой. Смотрите, какие уже поля. Мы заезжаем к Воронежу. Где мы сколько до Воронежа осталось? 27. Ну, мы к Воронеж заезжать? Чуть-чуть краешку. Прикород? Да. Легкий прикород. И на долг, да? А вот. Так что скоро вот такая вот дорожка. Закончится. И перейдем уже на федеральную трассу. На улице уже живое? На улице вообще нечто. Все горячее. Благо у нас есть кондиционер. Мы прямо с холодным, холодным воздухом. Чуть приоткрываешь окошко. Там 30 с лишним. Фоксов. Вот это вид. Ну, горе и оператор. Горе. Кстати, кто в сторону юга по таким дорожкам ездит? Ну, ладно по областным. Как вы ездите. Дима параллельно лучше, что-нибудь достанется. Смотри, палатка у них, а вот там стоит в средствах поля. Ага, туристы не доехали. Вот зачем мы говорим. Без глушилки, магниты для остановки счетчиков. Также продажа заказчика и обмен флешек. Обращаться в магазин ЮСБИ. В 11-м канале. Шел в 12-й час. Димка ел печеньку. Я, наверное, не пойду. Здесь могу смонтировать. Не знаю, потому что. Да, наверное, так. Очередной оплатный участок. Они здесь вообще через каждую пару километров натыканы. Наверное, подглочил. Наверное. Вот мы относимся к чему? Второе и более. Два и более. 200 рублей, короче. Двести, двести. Двести. Сейчас получается целый днем. Двести, двести. А, да. Кстати, мы с транспортером. Транспортер это вот такая вот штучка. Покупали мы за тысячу рублей года два назад, наверное, да? В том году. А, это мы новую покупали. А на нее кладете деньги. Кстати, деньги не пропадают. Дима зашел в личный кабинет перед отъездом. Мне еще 400 рублей с прошлой поездки остался. Он один дурачок у нас. И куда свынулся. И назад опять с него, видишь? Вот. На Киа красный. А, да. А мы как Верд сейчас приедем? Ну, ты вот, 225, 200, наверное. Новенькая, значит, недавно сделала, потому что я не помню. Это. Пишутся все свежие. Это может быть злой всего, нет? Не знаю. Сейчас узнаем. Смотри, сколько полосов, да? Вся трасса такая была. У нас уже... По 1-2. Ну, хотя бы здесь уже фонари начались. Друзья, доброе утро. Время еще нет 5 часов. Дима с Лехой трыхли всю ночь. Вот Леха Димич уже сбежал. Я работала, потому что в Саранске осталась помощница с Океей. И, в общем, человек... Ну, не настолько мы еще обучены. Так, Лирика. Остановились в Оксайе. Остановились в Оксайе. Останавливаюсь здесь уже не первый раз. Кстати, на канале есть... Господи, кто он? Обзор по поводу Оксайя. Можете посмотреть по поводу хостела. Мне очень нравится. Известно, в этом году они подняли ценник. Но в ценник включили неплохие завтраки. Вот такой лоточек. Потом сэндвич, творог, кашка. Несколько кусочков хлебушка и джем. То есть, в принципе, одного взрослого мужика на завтрак накормить можно. Рвем когти очень рано, потому что, ну, очень много подписчиков в Оксайе, кто вчера написал, о, привет, ребят, давайте встретимся. Я говорю, блин, мы проездом. Вот, очень многие написали, что сегодня у них еще больше жара ожидается. А даже с учетом подготовленности автомобиля, ехать было вчера реально тяжело. Машина бедненькая. Вот, даже нам с кондиционером было тяжко вчера ехать. Ну, мы как бы комфортные. Вот, машинка тяжела, поэтому стара. Постараемся сейчас до Ланапы, где будем выгружать бабушку, доехать прям вот по максимуму быстро. Часиков за шесть, чтобы там к обеду уже быть и быть свободным. Дмитрий Юрьевич, поздоровайтесь и скажите, как вы дорогу перенесли в качестве водителя по такой жаре? Ну, я-то перенес нормально, грязель нормально. Он нормально. Но у вас стороны пострадали, много участников дорожной жены стояли по обморочке. Кипели. Кипели. Ну, благо, кстати, ДТПшек не было. Ну, дизель, Таня, это другой диктель, он способен выдерживать жару, так как имеются иные свойства загорания топлива, поэтому Париж-Докар, Пекин, используют автомобили только дизельные. Потому что жара и... Ну, кстати, вчера поток был маленький, поэтому, наверное, ни аварий, ничего особо не было. Ну да, да, да. Ну, сегодня, говорят, 39. Ну, куда ты показываешь? Я где-то там. Я сегодня лекцию читал-читал, а взял какой-то в оккуренной возрасте. Нет, она опять в камеру куда-то уходит. Я на нос буду целиться. Вот так надо. А так я в стену показываю. Стены-то показываешь. Кривой-то глаз. Слушай, расскажи, ребята, что мы сейчас с тобой обсуждали, какая мысль, может быть, кому-то будет интересно, стоит нам завести такую тематику. Нам очень часто задают вопрос, как же вы такими стали веселыми-то? А? У тебя пять, не туда. Вот так. Ну, посмотри, ну вот ты куда направил, там я держу. В общем, меня учат снимать, жизни учат. Курс молодого оператора. Да пипец какой-то. Я поболтать люблю, а вот по операторе тебя я не люблю. А это не повторяется. Давай, рассказывай. Что мы с тобой решили попробовать завести? Что ты все что-то? Не знаю, я стою, я ножкой дрыгаю. У меня сколько глаз будет дергаться? Это не на отдыхе, брат, а уже устал. Что ты мне предлагаешь-то? Нам вопросы стали прилетать. Как мы такие веселые, неугомонными, просинами стали? Мы такие родились с тобой веселые, что ли? Скорее всего. Скорее всего. Может быть, даже он не новый, для нас он новый. И мы проехали по двум платным участкам от Ростова до Тимашевска. Ну, конечно, он ни хрена не дешевый, да? Там 168 и 220, или 250, это с транспортером со скидкой 20%. Но мы сэкономили порядка двух часов времени. То есть вот сейчас мы выехали из Ростова в 6 в начале 7, время 9.30, мы уже заезжаем в Тимашевск. Следующая точка, это Анапа, под Митизизево. Выгрузим бабули нашу и поедем дальше. А куда поедем уже секретик, да? Дальше куда кривая? Дальше куда дорога. Мы проехали Тимашевск, опять наверх. И теперь мы медленно ползем. Дорога узкая, поток очень жар и очень жар. Дмитрий Юрьевич, не знаю, видно его, надеюсь, видно. В шапке в ребенке, да, зачем ребенок в шапку? Дальше в ребенок сам отдал. Хотел подсолухи показать, пока Надима отвлеклась, подсолухи кончились. В общем, навигатор нам все увеличивает и увеличивает количество времени. Едем дальше. Жарко. До Анапы 50 километров. И вот так она выглядит. Дима говорит, что это основная дорога. Да, тем другим не будет. Это от Тимрюка на Анапу. Обычно, если в сторону Крыма мы сворачиваем с разрядки и уходим на Крым, а это на Анапу, ребята. Устанна. Я не знаю, где тот народ, который витком должен быть на пляжах. Мы потом, конечно, покажем. Возможно, мы обалдеем офигеем от того количества людей, которые есть. Но вот на текущий момент он выглядит как такая вот... Какая-то мешок наста районной дороге, да? Да. С очень-очень малым трафиком. Жарень. Все плавится. Молюсь на наш кондиционер и на нашу дизельную машинку. Потому что, если бы это был бензин, она бы уже показала нам язык. Что с ним? Дмитрий Юрьевич, вы как? Нормально в бачках. Глазки не показывает. Че? Дорогу ближе. Солнце, видите, в правый глаз, да? Ничего себе карась. Назву, а потом перейду. Мы въехали в Анапский район. Дороги там же пусть перейдем. Вот вообще не... А... Кстати, в этих крестах мы... Я лично первый раз видим, наверное, тоже. Вот таких пустоток, да? Это с другой стороны, в Анапе. Солоку тут уже дорогу по Орлевску. Моля. Вообще реальные ощущения по Мордовике где-то едем, да? Ну, так же, по-моему, скорее всего. Теренье. Никаких летних таких, ну, южных таких моментов я не вижу. Может, могу. Просто вернулись. Мы не говорим. Мы в Анапе. Передвигаемся по маленьким улочкам. Едем покупать продукты. Открываю, начинаю, маленькие секретики. Мы едем дикарем с палатками. Как и что, мы все покажем. То есть, пока не буду туда вскрывать, Дима сказал, что хочет сделать вам сюрприз и показать, вообще рассказать потом, что и как. Вот поэтому сейчас мы едем на местный южный рынок. Вот где мы бабушку выгрузили, Витязева. Там хозяин порекомендовал именно туда, потому что местные покупаются на южном рынке. Как оно, что, не знаю. В Анапе мы первый раз. Только что пролетели мимо офиса Siberian Wellness. Приятно удивлены, знали, что он тут есть. Но увидеть и знать, сами знаете, вещи разные. Но заехать, соответственно, не получится, потому что даже вот внешний вид, ну, блин, ну, совесть меня не позволит в родную компанию прийти в таком виде в шортиках и полуголой, хотя город курортный. Все, что купим, покажу. Покажу, что по ценам. Возможно, мы... Вот сейчас невозможно, мы сейчас купимся, поедем в Дюрсо. Нам порекомендовали кемпинг, где мы можем остановиться. Если все устроится на нем там, если нет, то либо дальше, либо в Крым, в Керчугу. Ну, тут все это решается. Решается поход. У нас такое вот авантюрное путешествие. Да, Дмитрий Юрьевич? Безумно авантюр. Сами не знаем, куда едем. Это наша Лёха. Все и замерла. Камера увидела, замерла. Вот, так что смотрите дальше. А мы едем дальше. Все покажем. По самому рынку с камеры ходить не буду, потому что вот этот вот товарищ в шляпе очень быстро бегает. И покажу потом просто, да, ну, в пакетах. Расскажу, что купила, что по ценам. Вот, и стоило ли вообще тащиться на южный рынок.